Всем привет! Это канал Евгения Саженцева. Я психолог-практик. Сегодня я вам расскажу, как бороться с откатами после отношений с нарциссом. Чтобы понимать, как бороться с откатами, нужно понять, как устроен наш организм и какой гормон активно выделялся, когда мы были в отношениях с нарциссом. Это гормон адреналина и гормон кортизола. Потому что вы можете даже заметить, проследить за собой, что в этих отношениях очень много неопределенности, много обесцениваний. То есть это состояние тревоги, когда у вас организм выделяет адреналин. Следовательно, когда вам хочется позвонить или написать нарциссу, это просто адреналиновая ломка. Нужно это признать и не обманывать себя. И, следовательно, если это адреналиновая ломка, то вы можете каким-то экологичным способом доставлять себе адреналиновые эмоции. Например, вот по своему личному опыту могу сказать, у меня тоже бывают откаты, потому что я тоже прошла через подобные отношения. Самое главное – не срываться, не писать, не звонить этому человеку. Мы вот, например, сегодня с дочкой ходили в VR-клуб. Там на неё надели шлем, она играла в какие-то такие позитивненькие игры, а я играла в хоррор, хоррор-экзорцист. И это очень адреналиновая игра. Там помещаешься в другую реальность в этих очках и изгоняешь демонов из разных людей. Я прошла аж два уровня, кричала там, ходила. И я вам так скажу, это и есть отношение с нарциссом. То есть свой адреналин я получила. Также можно получать адреналин активным спортом, прыжками с парашютом, просмотр фильмов ужасов, спорт и так далее. Кто что хочет. Главное – не срываться, не встречаться с этим человеком. Там ничего хорошего не будет, там будет только негатив. Поэтому, друзья мои, нужно бороться с собой, нужно понимать, какие у вас состояния, нужно понимать, как вы устроены внутри. Ну и застревать на этом адреналине полностью тоже нельзя. Нужно выходить на дофамин, на радость себе, на удовольствие. То есть каждый день давать себе что-то позитивное. Я имею в виду, когда во время откатов вы даёте себе адреналин. Это уже такие степени, когда прям хочется написать. Но в целом вы должны устраивать свою жизнь так, чтобы выходить на позитив. Устраивать свой день так, чтобы у вас были какие-то позитивные эмоции, радости, чтобы вы привыкали постепенно к хорошему гормону, к дофамину, спокойному состоянию, такому умиротворению. И это всё зависит только от вас самих. Как вы постараетесь, как вы приложите усилия. И должна сказать, что к плохому человек привыкает, и к хорошему тоже нужно привыкать день за днём постепенно. Когда вы будете жить на дофамине, на радости, вам уже не захочется возвращаться в этот ад, в эту бездну, вам не захочется встречаться с этим человеком, потому что вы знаете, что там будет. Там будет какая-то маленькая доза радости, всё остальное негатив. Обесценивание, оскорбление, противоречие, неопределённость и так далее. Поэтому главное, чтобы умерла ваша надежда на то, что человек изменится, и что в отношениях будет что-то хорошее. Спасибо за внимание. Если вам нужна личная консультация, пишите мне на WhatsApp, номер в описании. Продолжение следует...